здравствуйте любители компьютерных игр вы слышите лёшу халецкого и впереди вас ждет обзор на дополнение к игре cities skylines которая называется snowfall много людей меня просили сделать обзор что ж уступаю их требованиям это второе дополнение к cities skylines до этого было авто dark ну а snowfall как вы понимаете из названия добавляет снег к сожалению не смену времен года на что многие надеялись а просто возможность играть на снежных картах то есть либо у вас постоянная зима либо у вас постоянное лето разработчики извинялись и говорили что это все из-за ограничений движка игры движка unity но по-моему нам от этого не легче так что имейте ввиду вы либо играете на летней карте и тогда у вас там будут дожди такие осенне-летние изменения погоды либо на зимней карте вас всегда будет лежать снег и иногда будут заверухи метели происходить так как у нас теперь есть зима то в игру добавлена температура температура воздуха и соответственно отопление казалось бы вот она дополнительная сложность но на самом деле наоборот становится легче причем вначале сложно потому что отопление у вас открывается не сразу надо достичь определенного количества жителей в вашем городе и из-за перепады температур днем и ночью ваши жители начинают больше потреблять электроэнергии но как только у вас становится доступным отопление вы его прокладываете везде более того трубы отопления связаны с трубами канализации водопровода если просто апгрейдите трубы водопровода и канализации там как бы еще такие дополнительные две трубы появляются с этим сложности не будет переключаете в вашем городе жителей чтобы они использовали отопление только от труб отопления они использовали электричество и все у вас на самом деле никаких проблем больше нету потому что жители перестают включать обогреватели в электросеть колебания электричества потребление электричества исчезают и становится играть вообще легко что еще зима добавляет ну снегопад засыпает дороги у вас теперь есть служба расчистки дорог чем-то схожие с мусорными свалками но там они не переполняются потому что снег же может таять правильно можно перерабатывать но на самом деле лично я никаких проблем с этим делом не замечаю да я поставил несколько этих снегоуборочных штук у меня что в районе где есть эти снегоуборочные машины что в районе где их нету визуально медленнее машины ездят да типа там снега навалило но откровенно на жизнеспособность моего города по-моему это все влияет очень мало плюс к этому еще появилась служба ремонта дорог примерно та же фигня но только машинки ездят и ремонтируют дороги то есть те дороги которые отремонтированы и очищены от снега у них по ним машинки другие ездят быстрее но еще раз повторю специально делал эксперимент в одном своем районе создал эти службы в другом не создавал и никакой разницы из еще таких крупных добавлений я бы отметил трамвайную систему то есть да вы теперь в городах можете прокладывать трамваи интересно эта система тем что трамвайные рельсы вы можете и вместе с дорогами автомобильными делать и отдельно причем я бы рекомендовал как раз один то есть считайте это такая такое метро только на поверхности ну и вообще трамвайчики они прикольные сами по себе и если автобусы могут создавать дополнительную перегрузку вашей дорожной системе влиять на загруженность дорог то проложив трамвайные пути не по дорогам вы сможете разгрузить дорожные вены вашего города вообще просто еще один механизм общественного транспорта это видео подготовлено при поддержке 2гис справочник и карта 2гис будут с вами даже там где не ловит мобильный или нет вайфая благодаря подсказкам вы можете увидеть работает ли организация в текущий момент и если нет как скоро она начнет работать в справочнике 2гис также учтены обеденные перерывы выходные дни вы сразу можете увидеть что обед заканчивается через 15 минут или что сегодня выходное учреждение закрыто в любом случае заходите на 2гис точка ру и совершенно бесплатно скачиваете карту вашего города или тот который вам нужен 2гис если быть точным естественно подобавляли кучу всяких зимних садов парков всяких аттракционов типа лыжных лыжного парка там парк с ледяными скульптурами место для игры в керлинг вот такое ну типа место для развлечений но по-хорошему вот собственно я на самом деле уже и перечислил все новшества этого аддона так что я не знаю зачем тратить деньги на сноуфол точно так же как и на предыдущий аддон авто dark cities skylines вообще сама по себе отличная игра то есть если вы в нее до сих пор еще не играли то им крайне рекомендую ее купить если там со скидками дополнительно будут еще эти два аддона то ну берите их сверху но я не вижу здесь таких существенных дополнений ради которых стоит платить 290 рублей ну или 13 долларов зависимости от того где вы находитесь оригинальная игра стоит 500 рублей то есть за вот этот мини аддон который по-хорошему не меняет ничего в механике игры то есть он добавляет в основном только украшательство просят практически больше половины чем за оригинальную игру при этом разработчики почему-то не хотят улучшать основные проблемы игры да кстати я еще уточню когда аддон вышел в нем было много тормозов как раз за того что был введен снег и дождь до этого в игре ничего такого не было и дороге начинали блестеть из-за дождя это добавляло много проблем производительности вашей видеокарты это все изменили выпустив патч вот патч очень классные потому что кроме улучшения производительности он ввел изменения ландшафта возможность прокапывать каналы поднимать опускать ландшафт то есть очень много вещей которых не хватало игре но для этого не надо аддон покупать это просто патч на всю игру и у людей у которых есть оригинальная версия city skylines это все должно уже благодаря патчу появится а вот то что разработчики не хотят никак менять это проблема с трафиком нет я не критикую за заторы как раз и считаю что вот эти пробки которые образуются в игре это одна из самых интересных вещей в city skylines ты должен там разбираться как тебе перенаправить машины но дело в том что поиск пути в city skylines кривоватенький и на это я обращал внимание многие игроки обращали внимание еще с выхода оригинальной игры вот вышло уже два аддона и ничего не меняется я сам объясню в чем причина дело в том что машины в city skylines просто движутся к нужной им точке по кратчайшему маршруту то есть если впереди них пробка они ее объезжать не будут имеется в виду но представьте у вас есть съезд с магистрали и на этот съезд очередь там из ста машин в реальной жизни человек может объехать эту очередь и съехать на следующем съезде который находится буквально через там 200 метров city skylines все будут стоять в очереди более того если дорога двухполосная то машины не хотят вторую полосу использовать они все стоят в крайней правой лучше всего это заметно на круговом движении как в реальной жизни происходит если вам надо по круговому движению на первый съезд вы едете по крайней правой полосе если вам надо на второй или на третий съезд то вы уже не по крайней правой едете а по следующей полосе правильно нет тут все будут ехать по крайней правой за счет этого происходит заторы на круговом движении потому что например все проехали на первый съезд а следующим машина надо на второй съезд а тем которые перед ними стоят она на 3 съезд и они останавливаются на круговом движении и дружно тупят. За счет этого по всем улицам, которые примыкают к этому кругу, случаются заторы. Тем не менее, не соря на всю мою критику, я еще раз повторю, Cities Skylines сама по себе отличная игра. Примерно год как раз прошел, как я делал обзор на оригинальную игру. Если вы ее пропустили, то обязательно купите и поиграйте. На данный момент это лучший градостроительный симулятор. А вот тратить деньги на аддоны по моему мнению не стоит. Ну, давайте дождемся, когда на них будет какая-нибудь огромная скидка, будут продаваться всем скопом за 50 рублей. Тогда будет иметь смысл. Но на данный момент, по-моему, эта покупка своих денег и того разнообразия, которое она вносит в игру, не стоит совершенно. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досырели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досырели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok